Показать опять мою беседку. Она неприхотливая. Много в ней уже испеклось, много в ней пожарилось, но однако сегодня эксклюзив. Я не ожидал, что так будет. Из моей печки вот так она выглядит. Вот так выглядит труба. Выключу музыку, чтобы не предъявили авторские права. У меня была тоненькая. Сейчас порядка 35 сантиметров вот эту трубу. У нас работали железнодорожники и он молодец. Я ему оказывал услуги и он мне оказал услугу. Вот такую трубу он мне подогнал. В ней где-то миллиметров, наверное, 7. Ну, как обычно, я вырезал трубу. Сделал вот такую дверку. Всегда я коптил вот такое сало. И вот это вот сало, я надеюсь, вы видите, оно капает. И капало всегда, не видно. Вот на это место все это пропитывалось. Это глина. Глина, которая удерживала пропуск дыма и кислорода и всего что угодно. И сегодня я решил, почему же у меня капает с этого сала и в никуда. Дай попробую я подвешу небольшую вот такого рода. Ну, в ней диаметр где-то около 22 сантиметров. Моя жена нарезала картошки. Я добавил туда специи. Я добавил туда соли. Все, что необходимо. Я добавил туда чеснока и жир, который капает именно вот с этого сала. Он не капает в никуда, а капает именно в эту кастрюльку, которая подвешена и которая удерживает именно это сало, чтобы оно не горело вот там внутри. Там сейчас ничего не видно, потому как уже процесс заканчивается. И вы не представляете, я попробовал эту картошку. До того хороша. Ну, сейчас через полтора часа придет сын и попробует. Я думаю, будет в восторге. Он жидкий суп не любит, так же как и я. А вот именно такого рода продукты обожает. Ну что, ребята, мы не только попробуем картошку, но мы попробуем еще и сало. Я уже ее попробовал. Ребята, это что-то. Спасибо всем за внимание. Всем пока.